Мы говорим о предпринимательстве и его развитии в перспективах с председателем регионального отделения общественной организации опоры России Даниэлем Башмаковым. Даниэль Маратович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с деятельности организации. Какие цели и задачи у организации? Есть у вас комитеты, я знаю, и чем занимается каждый комитет? Общественная организация опоры России уже более 16 лет существует и на федеральном уровне. В каждом регионе, во всех регионах есть региональное отделение, в том числе в Краснодарском крае. Совсем недавно у нас появилось еще региональное отделение в Крыму и в Севастополе. Главная задача опоры России и регионального отделения – это поддержка, популяризация, развитие и защита прав, интересов и субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы, можно сказать, профсоюз предпринимателей, то есть к нам вступают предприниматели, это могут быть ИП, это могут быть директора, это могут быть владельцы предприятий ООО. И нашей организации, ну как бы мы не получаем зарплату, то есть на общественных началах мы вот объединяемся. И для того, чтобы выделить, ну скажем так, вопросы, проблемы и интересы по направлениям, у нас созданы комитеты. Ну, например, комитет по пассажирским перевозкам. Он объединяет предпринимателей, которые занимаются пассажирскими перевозками по краю, неважно, это может быть по городу, по муниципалитету или межрегиональные перевозки. То есть вот они объединяются и с ними мы проводим работу по их поддержке. Ну, в частности, вот в этом году была проделана большая работа совместная с Министерством транспорта по выявлению, пресечению незаконных регулярных пассажирских перевозок. В частности, это, наверное, все-таки были предприниматели на автомобилях, ну на газелях, там на небольших, стоят около автовокзала. И когда перед, за 15-20 минут до отправления автобуса, ну, в общем-то, собирают людей, которые переманивают их разными вкусностями, и они едут с ними. То есть это, ну, незаконные перевозки, потому что они не платят налоги, они не участвовали в тендерах, в аукционах. И здесь вот есть большое продвижение, что, ну, и наказывали таких предпринимателей. И вот, ну, скажем, это одна из наших побед. Есть у нас, например, комитет по налоговому администрированию. Председатель комитета, Франк Польский Валерий Акадьевич, входит в совет при УФНС Краснодарского края. И там, на этом совете, очень многие вопросы и предложения, и проблемы предпринимателей мы обсуждаем. Есть у нас, ну, как бы это комитет, но называется Бюро по защите прав предпринимателей. Здесь, конечно, работаем с обращениями предпринимателей, в частности, незаконных действий со стороны правоохранительных органов, контрольно-надзорных органов, ну, и любых проверяющих, которых, к счастью, становится меньше, но не так мало, как бы хотелось. В данном случае мы очень активно взаимодействуем с прокуратурой Краснодарского края. Я являюсь членом общественного совета по поддержке предпринимателей при прокуратуре Краснодарского края. И вот те вопросы, которые мы не можем решить в муниципалитете, если это касается какого-то района, в городе, мы поднимаем на, вот, при прокуратуре Краснодарского края. И очень многие вопросы решались и решаются. Ну, надо сказать, что два вопроса у нас было, которые мы не смогли решить и на краевом уровне. И мы федеральную опору эти вопросы передавали. И уже там наши опоровцы, они также являются членами общественного совета при генеральной прокуратуре. И эти вопросы поднимают уже вот в общественных советах федерального уровня. ФАС в том числе, ФНС. А не пересекаются ваши дела с делами уполномоченного по защите прав предпринимателей? Вы знаете, можно сказать, что пересекаются, но пока еще так много обращений, которые и к уполномоченному обращаются, и к нам обращаются. И, ну, вот, это хорошо, что появился такой уполномоченный. Кстати, идея вот именно уполномоченного по правам предпринимателей, она также родилась в опоре России. Наш президент тогда опоры России Сергей Ренатов развил эту тему. И это сейчас очень хороший инструмент. Мы взаимодействуем с уполномоченным по правам предпринимателей, но у них больше, и это правильно, наверное, уголовно, вот больше в уголовную, скажем так, сферу направления деятельности, потому что, ну, для других общественных организаций было бы сложнее, скажем, в этой сфере работать. У них получается, и они очень много для этого сделали. Хотя они, конечно, рассматривают любые обращения предпринимателей. Вы говорите, сотрудничаете с прокуратурой. С кем еще? С какими органами в Краснодарском крае сотрудничает опоры России? У нас есть взаимодействие практически со всеми ветвями власти и контрольно-надзорными органами, кроме МВД. То есть, вот, например, сегодня я буду участвовать в общественном совете при УФАС Краснодарского края. Прошли выборы, новый общественный совет. Ну, будем сегодня выбирать председателя общественного совета, но хочу сказать, что в предыдущем составе я был сопредседателем общественного совета при УФАС. И, конечно, предприниматели, которые обращались к нам с вопросами по антимонопольной службе, мы уже поднимали на этом общественном совете. Недавно был создан общественный совет при Департаменте имущественных отношений. Меня выбрали председателем этого общественного совета. И вот мы несколько острых вопросов разбирали уже на этом совете. Ну, потому что вопросов много. Я также являюсь членом комиссии получения институционного климата при губернаторе Краснодарского края. И вот также вопросы, которые возникают у предпринимателей, мы также там озвучиваем и, ну, скажем, находим пути решения. Вот с МВД уже много лет со времени образования Краснодарского краевого отделения опоры России, а это уже больше 12 лет, мы так и не смогли нашего представителя включить в общественный совет при МВД. Не знаю почему, но вот как-то... Но попытки продолжаются. Попытки продолжаются. Каждый год мы пишем письма с просьбой включить нашего представителя. Какие мероприятия проводят опоры России в Краснодарском крае или в каких участвуют? Да, мы и участвуем во многих мероприятиях, и сами проводим. Ну, вот, в частности, у нас проходило, мы планируем в следующем году проводить такой курс, он называется «Скайлап». То есть это акселерация действующих предпринимателей, состоящая из трех блоков, когда действующему предпринимателю мы подбираем наставника, и в течение года предприниматель два раза в месяц общается с наставником и, ну, скажем, вот, находит пути решения развития своих проблем. Кроме этого, еще есть два мощных блока. Один блок – это обучение. Этих предпринимателей мы обучаем, ну, можем сказать, даже мини-МБА, такой вот курс есть у нас подготовленный. И обучение проводят также предприниматели, то есть действующие предприниматели, которые уже достигли хороших результатов. И третий блок – это, ну, такое модное слово «нетворкинг» сейчас, также проводятся мероприятия, где мы собираем предпринимателей, знакомим их друг с другом, расширяем их, ну, скажем, кругозор в решении каких-то насущных важных вопросов. Хочу отметить, что наставники у нас в проекте денег не получают. И в начале, когда вот, ну, три года назад, когда этот проект мы запускали вместе с Москвой, были сомнения, ну, разве пойдут предприниматели уже, ну, такие, скажем так, сильно крутые на этот проект. Оказалось, что наставники уже действующие крупные предприниматели, ну, в частности, у нас Алексей Пшеничный, это, ну, как бы руководитель и владелец высшей лиги, был у нас наставником. И я был наставником также в этом проекте. То есть есть желание помочь молодым начинающим предпринимателям, во-первых, не наступить на те грабли, на которые мы уже не раз наступали, а рассказать им какие-то свои фишки, какие-то знания, ведения бизнеса для того, чтобы они выросли. И одним из условий проекта то, что действующий бизнес, то есть предприниматели уже от двух лет и выше. Каждый год по 14-15 пар мы подключали, и вот каждый год у нас рост у предпринимателей от 20 до 50 процентов. Либо это оборот, либо это, ну, увеличивались количество сотрудников, соответственно, масштабировались. То есть это такой очень мощный, мощный проект. Также мы проводим обучающие семинары, мы проводим бизнес-полники так называемые, когда две-три темы мы такие острые на данный момент, мы их выбираем и обсуждаем. Ну, в частности, из некоторых тем, это была вот блокировка счетов. Юрлиц было очень важный, вместе с ГУ, ЦБ, банка у нас в России в Краснодарском крае мы эту тему поднимали, обсуждали. Также были вопросы по, когда передавал пенсионный фонд, передавали в налоговую данные, тоже было очень много вопросов, проблем, и эти вопросы мы поднимаем. Традиционно мы участвуем в форуме «Дело за малым» и проводим там круглые столы. Вот в этом году мы проводили два круглых стола, совещания. Один по женскому предпринимательству, второй по молодежному предпринимательству. И надо сказать, что на обоих площадках был аншлаг, то есть зала не хватало, люди стояли и слушали, участвовали. Потому что, конечно, тема молодежного предпринимательства – это очень сейчас важная. И молодежь у нас есть, кстати, очень умная, грамотная, хорошая, которые хотят стать предпринимателями. И вот одна из наших задач – сделать так, чтобы они меньше себе набили шишек. А женское предпринимательство тоже оказалась очень востребованной темой. И очень многие женщины, они, ну скажем, вот сейчас хотят заниматься предпринимателем. В этом году прошел очередной у нас проект «Мама-предприниматель», в котором участвовали женщины в декрете, либо имеющие несовершеннолетних детей, совместно с Центром поддержки предпринимательства Краснодарского края, совместно с Федеральной опорой, совместно с Корпорацией развития МСП и Фондом Мамвэй, проходил пятидневный курс, очень интересный, очень многие, кто выходили, говорили, да, мы получили столько знаний, мы теперь понимаем, что надо делать. Кто-то, наоборот, сказал, я пришел с одной идеей, пришла с одной идеей, ухожу с другой, потому что поняла, что эта идея не пройдет. Ну и были те люди там, ну правда их немного, один-два человека, которые говорили, вы знаете, мы подумали, предпринимательство это не наше. Хотя приглашали, и вот проходил небольшой отборочный конкурс, те, кто были с бизнес-идеями, те, кто хотел, ну скажем, вот заниматься предпринимательством. То есть они выходят после этого курса уже фактически готовые предприниматели? Ну, скажем так, они не готовы, предприниматели, сложно за пять дней подготовить готового предпринимателя, но, опять же, все темы, которые проводились, обучение, информация, была представлена действующими предпринимателями, они задавали вопросы, они общались, то есть они стали понимать, что такое предпринимательство. Но, конечно, стоит сказать, что часть из них, они и занимались предпринимательством, ну, наверное, незаконным, скажем так. Самоговоротой. Вот, как раз они там, ну, что-то шили, что-то там пекли, что-то еще и продавали. Наверное, в этом ничего плохого нет, но они после прохождения этих курсов, многие уже стали открывать ИП для того, чтобы заниматься этим законно. И, конечно, вот сейчас закон о самозанятых, который вот в этом году в четырех регионах был, как бы пилотный, в следующем году в девятнадцати регионах будет, вот, и он позволит людям, ну, уже заниматься вот этим бизнесом уже, конечно, законно и спать спокойно, как говорится. Но управление в основном женского характера, да? Ну, это именно был проект «Мама-предприниматель», и там были только женщины. Мужчин туда не пускали. Ну, я только один был в жюри. Я имею в виду, сами женщины, которые участвуют, выбирают именно такие женские направления. Вы знаете, на девяносто процентов, да, вот, например, в этом году победила девочка, которая шила, ну, даже не только шила, они делали кроватки для кукол, кроватки такие интересные. И девяносто процентов проектов – это как раз там либо подушки для беременных, там какие-то вот что-то вышивают, какие-то вещи. Но были и проекты, ну, правда, как бизнес-идеи, очень даже еще и мужчины, наверное, не решились бы такие делать. Да, например. Ну, был по большому комплексу, как бы гостиничному комплексу. То есть там на конкурс приглашались, ну, на этот курс приглашались предприниматели, не обязательно уже, ну, кого уже есть, с идеями. То есть кто-то уже пришел, кто-то уже шил, там вот как кроватки, например, изготавливали, да. То есть они уже изготавливали и даже что-то продавали. И вот, кстати, победитель получил грант, 100 тысяч рублей, целевой грант, и они его потратили на приобретение оборудования как раз для работы с деревом, там, вырезания по дереву. А где можно узнать о мероприятиях, которые проводят опоры России? Ну, у нас, как и у всех, есть странички ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. Есть у нас сайт, он так и называется, опорокубани.ру. То есть на нем мы регулярно публикуем информацию, новости и новости о наших, ну, скажем, мероприятиях. На наши мероприятия мы приглашаем предпринимателей, не обязательно членов опоры России. То есть это могут быть те, кому интересна эта тема. Также анонсы мы даем в соцсетях и на сайте. Вот. Ну, просто если члены опоры России, конечно, мы чаще общаемся, чаще встречаемся. Плюс информация, которая приходит к нам от Федеральной опоры России, мы эту информацию передаем нашим членам для ознакомления, для работы. И вот, кстати, по информации тоже есть такой институт, уже оценка регулирующего воздействия, ОРВ. Мы активно работаем у нас с департаментом инвестиций, где это проходит. И, конечно, большой плюс, что сейчас очень многие проекты, которые, ну, меняют, скажем, бизнес климат, они приходят к нам на оценку регулирующего воздействия, и у нас есть возможность предложить туда наши изменения, там, дополнения или что-то убрать, которые мы передаем в департамент. Другое дело, что примет этот департамент, не примет, и сколько там остается от этих наших предложений, но хочу сказать, что, ну, скажем, наши предложения принимаются где-то в 25% случаев. Ну, это уже хорошо, так как раньше вообще даже ничего. Мы бы хотели, чтобы как минимум 50%, а то и 75% наших предложений бы принимались и, ну, скажем, предостерегли бы законодателей от все-таки ухудшения бизнес-климата. А какие были внедрены законодательные инициативы, которые предложила опора России? Ну, вот, одно из законодательных инициатив, с которым мы бились очень долго, это налоговые каникулы для вновь созданных ИП в социальной, научной сферах. И, ну, в научной, социальной, и еще какая-то сфера сейчас вот просто вылетела из головы. Два года действовали эти, то есть очень долго мы бились, потом приняли, два года действовали, но, к сожалению, сейчас их опять убрали. Мы считаем неправильно, мы считаем, что это была хорошая поддержка для предпринимателей, которые вот, ну, хотели открыть именно в этих сферах, которые у нас не очень популярны на Кубани. Также у нас по утилизационному сбору было несколько, скажем, предложений, которые, ну, помогли снизить этот сбор. Вот в постановлении правительства мы через федеральную опору это провели, которые позволили снизить и утилизационный сбор. Еще бы хотел два таких напомнить наших, нашей победы. Одно из них, это действительно мы первое, Краснодарское краевое отделение опоры России, инициировало, ну, скажем, законодательную инициативу в плане страхования средств на счетах юрлиц в банках. То есть были, ну, на первом этапе были застрахованы только счета физлиц и ИП, и вот очень долго шли к тому, чтобы, ну, скажем, были застрахованы и средства на счетах в банках юрлиц. То есть мы это первое начали, мы поднимали через федеральную опору, потом подключились другие бизнес-объединения, уполномоченные по правам предпринимателей, ТИТОВ, который через Москву тоже это поддерживал. И вот, ну, скажем, это случилось, и мы считаем, что это большая победа всех бизнес-объединений, предпринимательских сообществ и просто отдельных предпринимателей, потому что, ну, скажем, это небольшая гарантия того, что у тебя не сгорит все твои средства, когда, скажем, ну, у банка будут какие-то проблемы. Вот. И еще одна тоже инициатива, которая, правда, родилась у нас в федеральной опоре, мы поддержали, это когда при проверке предпринимателей, то есть если нарушение незначительное не ведет, ну, к каким-то осложнениям со здоровьем, к угрозам жизни, там, других, ну, и физических лиц и предпринимателей, чтобы выносилось предупреждение и давался, ну, определенный срок на исправление этих замечаний. Но дело, чтобы не заводилось. Да, то есть это просто как предупреждение. Раньше сразу приходили, находили какие-то, ну, скажем, как бы это, нарушения, и сразу штрафы, там, от 50 до 400 тысяч рублей. И вот в этом году эта уже система работает, но надо сказать, что все равно нам приходится сталкиваться с жалобами предпринимателей о том, что она не работает. И вот через прокуратуру края мы добиваемся этого. В частности, вот пример, отель в Сочи, наш член опоры России, когда, к сожалению, ну, так получилось, что заехали иностранцы, когда был вот чемпионат мира по футболу, заехали иностранцы поздно ночью, не успели все документы оформить, потом ушли на матчи, весь день были на матчах, потом всю ночь, как бы после матча отмечали, вернулись только, ну, в общем, в отель появились только через две ночи. И когда отель собрал у них информацию и подал в Федеральную миграционную службу, как они должны были подавать данные, ну, получилось, что задержали на один день. То есть не в тот же день, не в день заселения, а через день. Когда пришла проверка, им на это указали, и за трех человек, которые были, вот, ну, поданы информацией, за каждого по 400 тысяч начислили штрафов. Отель небольшой, да. И нам, вот, благодаря прокуратуре Краснодарского края, все-таки было указано, что проверяющие должны были применить вот эту часть, там, четвертую этой статьи о том, что, во-первых, ну, да, они, ну, скажем, задержали на день, но никаких, но они все-таки подали эту информацию, никаких угроз там ни жизни, ни здоровью, ничего не было. И, соответственно, вот, проверяющие должны были, ну, скажем, применить эту норму. Вот, буквально, недавно был общественный совет при прокуратуре края, и мы обращались, и другие бизнес-сообщества обращались, вот, 44 таких, ну, скажем, случая были прокуратурой, ну, скажем, как это, исправлены на то, что вместо штрафа, ну, там были разные штрафы, там разные случаи, но вот 44-х случаев должны были применить предупреждения контролирующие органы, а они сразу выписали штрафы. То есть, ну, вот, мы считаем, что это большой плюс для предпринимателей, которые, ну, скажем, вот работают, и зачастую эти нарушения, ну, происходят ну, не специально предприниматели. Получается, у вас двойная работа. Вы мало того, чтобы внедрили инициативу на законодательном уровне, вы теперь еще и рассматриваете жалобы по тому, что ее не исполняют. Вами же предложены, да? Да. Ну, здесь это уже, мы все жалобы рассматриваем, и эти жалобы в том числе от предпринимателей. Что касается региональных программ, вот в том числе развития предпринимательства, поддержка предпринимательства, они тоже должны обсуждаться сообществом? Да, конечно, очень важны есть программы по поляризации предпринимательства, еще несколько программ. Но, вы знаете, вот мы сталкиваемся с тем, что все эти программы, они больше направлены на предпринимателей, которые начинающие. Да, Центр поддержки предпринимательства проводит бесплатные, ну, мы тоже проводим бесплатные консультации, но там поставлено, ну, скажем, на хорошую ногу по открытию предпринимательства. Помогают открыть ИП, рассказывают, ну, что надо, отвечают на вопросы, каворкинг, вот, краевой каворкинг очень неплохой. Вот недавно был в городе Краснодарский, тоже центр «Мой бизнес», по-моему, наживается, тоже очень неплохой, тоже все хорошо. Но они нацелены на тех предпринимателей, которые только-только открывают свое дело. То есть вот мы сейчас, как опора России, бьемся за то, чтобы все-таки больше внимания уделить действующим предприятиям и предпринимателям. А все-таки поработать в плане расширения рынков сбыта тем же чиновникам, для того, чтобы предприниматели Кубани, ну, чем будут больше рынков сбыта, чем больше они смогут продавать, тем, конечно, они смогут и развиваться. Еще один проект, о котором, конечно, надо обязательно сказать, который работает в рамках Общероссийского народного фронта, это проект «За честные закупки». Часто предприниматели обращаются к нам с вопросом о том, что вот торги, тендеры, госзакупки, они туда пытаются зайти, но как бы ничего не получается, и машут рукой, что и, в общем-то, дальше не идут. Это, конечно, очень грустно, и после наших консультаций большинство из них уходит от нас с другим совсем настроением. Что именно? Вообще, я рекомендую обязательно участвовать в госзакупках. Корпорация МСП федеральная рапортует о том, что и работает над этим, что процент закупок у малого бизнеса с каждым годом растет, и ставятся даже специальные, ну, скажем, условия для крупного бизнеса, и в том числе для государственных закупок, там, 15, 18, 20 процентов должно быть закуплено у малого бизнеса. То есть сейчас с этим стало чуть-чуть легче. Второе. Если вы понимаете, что вы можете в этих госзакупках участвовать, то обязательно ищите, находите эти закупки. Вот, предположим, вы нашли. И что вы видите, на ваш взгляд? Кажется, что этот тендер, он записан под кого-то другого. Тут есть два момента. Первый момент, ну, действительно, есть требования определенные, которые по закону возможно указать для исполнения контракта. А есть некоторые требования, которые сами заказчики туда добавляют. И вот если вы видите, что добавлены незаконные требования, вы можете обращаться к нам в опору России, вообще Российский народный фронт, либо сразу на сайт зачестныезакупки.рф, в котором вы эту информацию можете предоставить. И тогда юристы рассмотрят эту ситуацию и отреагируют. Параллельно рекомендуем, мы уже говорили об этом, УФАС, это Управление Федеральной антимонопольной службы в Краснодарском крае, подавать туда свою, ну, скажем, претензию. УФАС в течение трех дней должен рассмотреть вашу претензию. И если вы правомочно написали, то этот тендер, он может быть отменен, он может быть, ну, скажем так, могут быть поставлены условия для того, чтобы там эти были, ну, как, условия исправлены. Это первое. Второе. Все равно, ну, если вы подпадаете под все условия, обязательно участвуйте. Если вы видите в ходе вашего участия, что ваша заявка, опять же, по каким-то надуманным предлогам отклонена, либо по каким-то предлогам победил не тот, кто, ну, как бы вот, не тот, кто должен был победить по результатам, точно так же вы можете обращаться в Федеральную антимонопольную службу, к нам, в опору России, в ОНФ, для того, чтобы эти результаты этих контрактов, уже даже, может быть, которые заключены, они были бы пересмотрены, и пересмотрены в вашу пользу. Да, вот есть еще проблема, с которой мы также работаем, это срок исполнения контракта. Зачастую он очень короткий. И вот в ряде случаев нам удавалось доказать, что в такой срок невозможно этот контракт выполнить. Только его может выполнить та компания, которая уже провела предварительно определенную работу и выходит на тендер уже с готовыми результатами. И эти тендеры были отклонены, и потом этот срок был увеличен, и дальше можно участвовать. То есть, ну вот, не хочу сравнивать предпринимателей с лягушкой, которая барахталась, да, там, и потом, в общем, сметану сбила и вылезла, да, но здесь только так. Только если мы предприниматели будем участвовать и наводить порядок. Если сравнивать с тем, что было 5 лет назад, 3 года назад, 2 года назад, даже год назад, результаты есть, позитивные. И вот если говорить о перспективах предпринимательства, то, конечно, вот эти госзакупки, а также закупки госкомпаний, госкорпораций, там немножко отличаются, но все равно, конечно, надо в них участвовать. И это будет вот большой плюс для предпринимателей, которые сейчас на рынке, которые хотят расти и развиваться. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok